Итак, человек должен контролировать свои чувства, контролировать свой ум. Ум также может выйти из-под контроля, неправильно используя память. Допустим, он вспоминает какое-то событие, и он забывает, что ему надо сдавать экзамены. Человек не может сосредоточиться на изучении, он не может учиться, потому что у него возникло какое-то другое желание. Или человеку не хватает счастья. Он включает телевизор, начинает получать счастье, смотреть очень интересный дефектив. Получает счастье, но при этом не учит экзамены. И потом у него результат какой? Два балла. И тогда на счастье уже совсем никакого счастья нет, потому что выгоняет из института, и можно смотреть свой дефектив хоть целый день. Но от этого жизни счастья не прибавляется. Видите, то есть неразумное, нерациональное мышление у ума. Он просто хочет счастья и всё, а учиться не хочет. Без счастья невозможно учиться. И очень важно понять, что часто люди, они не знают, как наполнить счастьем свою жизнь, потому что образование, как наполнять чувством счастья, ограничено. Люди часто не понимают, что есть разные источники счастья, и всё это действует через память. И счастье ведь нужно для здоровья также, поэтому это знание очень актуально, особенно для тех, кто живёт в городе. Давайте сейчас немножко мы с вами протеренируемся. Память — это функция разума, самое главное. Через память человек побеждает судьбу. Например, если человек помнит хорошо о человеке, он способен ему простить. А если человек плохо помнит о человеке, не способен простить. Память попадает под влияние боли. Когда человеку больно, то память всегда концентрируется на боли. Память попадает под влияние хороших событий. Когда хорошее событие происходит, человек концентрируется на хорошем событии. Поэтому в древней культуре всегда людям говорилось о том, вы просто примите к сведению, что вот это есть. Но не надо погружать свое сознание туда, если это негативная информация. Не нужно обсуждать слишком много событий, которые происходят в стране, если они имеют негативное содержание. Потому что человек, погруженный в эти события, теряет себя. Он повержен судьбой становится. Он становится несчастным, угнетенным, потому что вся энергия счастья этого человека уходит в это событие. Людям надо только поверхностно, как бы чуть-чуть соприкасаться с этим, просто зная, что происходит, чтобы сделать выводы. Сразу возникает вопрос, насколько нужно погружаться в ситуацию, чтобы сделать свои выводы. Если, допустим, тебе надо там где-то воевать идти, ты должен серьезно ситуацию знать, потому что от этого зависит твоя жизнь. Но если ты воевать не идешь, тебе надо ее знать настолько, насколько нужно для того, чтобы сохранить свою жизнь. Но если ты сильно туда погружаешься, постоянно в этих сводках живешь, тогда ты не будешь жить нормально, потому что вся твоя психика, она будет разрушаться этой негативной информацией. Другими словами, куда память человека погружается, там он и живет. И жизнь означает энергия счастья, но если он погружен в негатив, так влияет время, больше негативной информации, то тогда человек страдает, теряет себя, теряет работу, теряет семью, теряет здоровье. Он начинает все в своей жизни терять. Другими словами, очень важно, когда время заставляет увеличивать количество плохого в нашей жизни, очень важно заставлять себя, проявлять разум, проявлять силу воли, концентрироваться на хорошем. Но это не касается Украины сейчас, это касается всех людей всегда, потому что у нас культура чувствовать, видеть и верить в хорошее, она начинает атрофироваться. И это очень сильно влияет на здоровье, на психику человека и на его способность побеждать судьбу. Три направления, да? Смотрите, здоровье, первое направление жизни страдает. Я очень серьезный анализ сделал по этому поводу, и сейчас я вас буду учить, как легким способом, простым, очень сильно улучшить свое здоровье. Первое, здоровье. Второе, психическое состояние. Третье, судьба человека. Означает возможность выйти замуж, возможность работать, возможность иметь средства, возможность выжить, иметь квартиру и так далее. Возможности в жизни означает судьба.